Мы вас освобождаем от всех местных сборов, то есть я понимаю вашу экономическую снижение, те убытки, то что вы перевозите медиков, помогаете нам в борту, то что сталкиваетесь с этими трудностями, которые сегодня возникают у вас из-за нехватки пассажира потока на ваших линиях. Поэтому принято такое решение освободить вас от всех местных сборов до 31 июня. Как будет дальше, потому что вы просите, я так понимаю, до 1 сентября, да, вы просили, но сейчас давайте поэтапно, то есть если будет такая же ситуация экономическая с этим, связанная с коронавирусом в стране, то естественно, то мы пойдем на уступки и опять освободим вас от местных сборов и налогов. То есть это такой жест наших партнерских отношений, будем так говорить, что мы понимаем сегодня ваши трудности и идем вам полностью навстречу. Заранее просто посмотрим, что будет в конце месяца, если будет то же самое продолжаться, освободим и в июле месяца этих подклад. Надо все смотреть, будет по месту. Если есть какие-то вопросы ко мне, по поводу сбора. Значит, чтобы вы понимали, у нас получается, что мы не доберем бюджет только за ваши сборы, это 970 тысяч лей, за то, что вы платите местный сбор. То есть вы как перерывший. Вот 970 тысяч лей за 6 месяцев мы не доберем. Дальше Владимирович, правильно ли? Да, мы брали в расчет, что изначально получали 100 маршрутных карт. 102, если быть точным. Ну, мы брали 100 в расчет для круглой суммы. Исходя из вместимости и ставки сбора, это получалось 80 с лишним тысяч ежемесячно. И путем перегружения выходили на эту сумму. И второй, который я тоже хотел еще сейчас сказать. Во исполнении вчерашнего решения было определено, что вы выпускаете на линию. Сколько процентов? Уважаемый директор. Все. Процент, значит, я понимаю, что, может быть, кому-то непонятно было этот процент. Но это процент не просто общего выхода, а процент на каждом маршруте. И что мы видим? Вы сами оценили ситуацию. Первый маршрут сегодня вышел 6. Седьмой 2. 2 от 6. Это 100. Девятый. Вообще ничего. Десятый. Одиннадцать. Одна машина на десятку. Одиннадцатый. Девятый. Большая рука. И дальше. Тятнадцатый один. Шестнадцатый один. Двадцатый четыре. Тоже. И если я понимаю, откуда берется одиннадцатый, то не понимаю, почему не берется двадцатый. Значит, здесь недоглядели. И двадцатый одиннадцатый три. Из рук он был. Мы так отучим людей вообще пользоваться нашими услугами. Двадцатый. Семь. Восемнадцатый. Одна. Оно, что есть, что его нету, никто его не делает. Это так, чисто для самоуспокоения и ничего другого. Значит, решение вчерашнего совещания, оно оставится в Сирии. Принимаем это на показатели. Так мягко говоря. Просто процесс пошел, но к требуемому он еще не пришел. Завтра оцениваем эту всю ситуацию. Ну, Вячеслав Иванович, сейчас, значит, они, значит, вчера на что сзывали в перевозчике? То, что тяжело сегодня им находится одна машина, а не пытаются получить карту, то есть, это карту получить, заплатить государству налоги, оходится две с новыми тысячи, да, Вы мне сказали? Соцпакет. Соцпакет. Десятьеты на один автомобиль. Без оплата местного сбора. Без оплата местного сбора. Без оплата местного сбора. 減position от том, как, получается, пять тем более. Пять тем более. Пять тем более. Это ищать услуги фирмы на одну машину. правильно естественно сегодня перевозчик из-за того что в стране знаете что происходит такая ситуация сегодня что им тяжело поэтому было принято решение пойти сегодня на встречу я уверен что завтрашнего дня не часы друт свои коллективы от вашего их освободили от местных сборов я уверен что они выпустят транспортная линия из печи завтра утром нам уже сделает анализ и доложит утром будем понимать картину что машины выходят просто хотела уточнить что место комбинат своих рабочих сам возит молокозавод своих рабочих сам возит все эти пришли на перевозку своих работников сами нет александр это естественно и правильно потому что вот например у нас очень много жалоб и есть как сотрудников клеток завод их сами не могут и руководство это ваша проблема решает вопрос транспорт скажите а как добираться людям на мясокомбинат на молокозавод на клеток завод субботу и воскресенье они что думают о людях идите пешком вы видели что воскресенье творилось на улицу у нас у гейсебал шли люди как будто пара 1 мая или 9 мая прошлого года люди шли с центром на парк пешком и вы видели что это шла прямо колонна людей это все забота о людях что они запретили нам выезжать поэтому мы готовим к вам обращение что на субботу в воскресенье мы могли тоже работать вы его еще вчера дали и пассажиры по поводу в воскресенье в два раза меньше то есть знаю я понимаю это же будущее мы вчера в 8.15 утра обратились в национальную комиссию о том что они разрешили в бельцах работу транспорта потому что не забывайте что воскресенье люди идут на кладбище и в понедельник и как туда доставить людей если я пока не вижу на ответ от национальной комиссии пока нет но мы обратились чтобы нам разрешили субботу и воскресенье пустить на линию транспорта но все то что было в это воскресенье что люди шли с вайдуковой люди шли с центральной части города пешком на банк это не издевательство над людьми когда взрослые люди старше 50 лет идут да я понимаю что у нас заботятся все о нации спорт, физкультура я их только приветствую но для этого есть другое наверное время без вот этих марш-борсков чтобы было воскресенье от центральной части города до банк и так же на восьмой шли дальше и все это мы наблюдали а что людям делать которые на угольнике живут они хоть изучили ситуацию которая творится в нашем городе они пустили объедите пешком и все вынудили людей воспользоваться личным транспортом машины как на эти выходные вы видели сколько машин в городе было тысячи машин вышли на линию и на участке транспорта выезжали машины понятно что им там техническое было на нем ни стопы не горели ничего не горело лишь бы как-то люди чтобы добирались туда куда им надо я не думаю что в Бельцах живут самые богатые но используются такси такси в центр такси на банк такси на угольник понимаете поэтому люди пешком пошли и они эту ситуацию видеть я не знаю изучают не изучают но то что мы наблюдали на выходные это никто не годится как и было вчера отправлено письмо 8.15 на имя премьер-министра о том чтобы нам разрешил уходить транспорт на субботу воскресенье что касается нас я вам уже довел значит с Ренатом посоветуем с Ренатом добрил это чтобы освободить вазу 31 июня что будет как дальше уже сядем ближе 31 июня там будем разговаривать 1 июля сядем туда ближе там уже после 20 числа там будем разговаривать как будет дальше обстановка мы все понимаем никто вас не бросает и не кидает и в беде вас тоже не бросает если есть какие-то вопросы я готов на них ответить на четвертый день я надеюсь что транспорт выходит как мы договорились все спасибо большое спасибо 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 спасибо